Привет-привет! И с вами снова кто? Правильно! Оля, SMM-менеджер компании Oiler, которая знает ответы на все, все, все вопросы. Вы нам написали много комментариев в инстаграме, в фейсбуке, на ютюбе, и мы снова готовы на них ответить. Пойдем? А, да, знакомьтесь, наша парковка. Где наш Subaru VOD? У нас тут задали вопрос, почему Subaru считает часто ломающимся автомобилем? Наверное, это слухи больше, потому что, скажем так, Subaru откровенно – автомобиль для агрессивной езды. Ну, он может себе это позволить, и зачастую игнорирование правил эксплуатации вовремя, и плюс агрессивная езда выводит из строя автомобиль. Может быть, из-за того, что все пытаются над ними проводить какие-то эксперименты, и оно постоянно ломается? Да, какие эксперименты постоянно от Subaru пытаются? Тюнинг какие-то, надувы, еще чего-то. Ну, вечно вмешиваются в работу. Еще у нас спросил Вася Рубиш на ютюбе. Какое масло посоветуете для турбированных моторов – гидрокряк, или на ПАО-основе, или эстровое? Ну, я бы посоветовал, наверное, то масло, которое более подходит для данного автомобиля. Нужно спросить какой-то автомобиль, марку, модель данного автомобиля, двигатель, и год выпуска его. То есть, если кто-то вот так вот просто посоветует какое-то масло для турбированных моторов, это будет некорректно, правильно? Нужно узнать автомобиль, марку, модель, год выпуска, двигатель, год выпуска его, и, соответственно, подобрать масло под выпуск, которое рекомендует автопроизводитель или производитель данного двигателя. А что будет, если кто-то бы в комментариях посоветует какое-то масло для турбированных моторов? Ну, в первую очередь, нужно проверить, или оно подходит под этот двигатель. А если не подходит, то что? То подобрать то масло, которое именно подходит под данный двигатель. А что будет, если это вот масло не будет подходить, а он его использует? Будет срок эксплуатации данного двигателя сократиться? На ПАО-основе. Почему? Качество гораздо выше. Производится из газа, не оставляет нагар в двигателе, имеет выше смазывающие свойства, больше защита двигателя. Смотри, у нас есть вот такой вот длинный вопрос. Если коротко, то это у человека уходит масло с невероятной скоростью, непонятно куда. Мотор сухой, под днищем, луж нет, ушла 5-литровая канистра за месяц. Знакомая проблема. Скорее всего, человеку надо вмешиваться в двигатель и, в частности, смотреть сальники клапанов, потом маслосъемные кольца. А коротко, масло попадает в камеру сгорания и сгорает. И выходит в выхлопную трубу. А что страшно в том, что оно сгорает, пусть сгорает? Дело в том, что масло в камеру сгорания, в тех количествах, которые здесь указаны, 5 литр от замены до замены, я так понимаю, это очень много. Это плохо. А чем это плохо? Ну, что такого? Залегают маслосъемные кольца, соответственно, человек доливает масло постоянно. Это просто дорого или это чем-то чревато? Ну, чревато, это уже плохо работающий двигатель. Там куча последствий за этим. Например? Ну, например, пропадает тяга, изнашиваются детали. А что может произойти на дороге? До заклинивания двигателя. И как это произойдет, ну, визуально примерно? То есть машина остановится посреди дороги? Ну, это хорошо, если она потихоньку остановится посреди дороги. А если человек будет ехать там 150 км в час и вдруг заклинит двигатель, то есть заклинят все колеса и машина уже неуправляема и вылетает там куда-то в кувейт, то надо за этим следить. Это плохо работающий двигатель, который рано или поздно остановится. Ну, с таким большим масложором в двигателе сделал бы выводы такие, что нужно уже делать капитальный ремонт двигателем. И здесь проблемы уже с цилиндропоршневой группой. Так как причиной и следствием этого всего может быть не своевременная замена моторного масла. И, как бы, кольца залегли, соответственно, маслосъемные не справляются с своей работой. Масло просто уходит на угар и сгорает. Но за такой малый период, за месяц 5 литров, не знаю, что-то слабо верится. А это может быть связано с жарой? Нет, конечно. С жарой это никак не связано. А почему? Ну, жара не влияет. Рабочая температура двигателя, да, она и в жару, то есть есть система охлаждения, которая его также охлаждает, да, температура там, ну, не меняется. То есть нагревается есть определенные свойства. Температура внешней среды не влияет на потерю или угар моторного масла, она не может уходить. Но машину еще можно спасти, да? Только капитального ремонта двигателя. Окей. Если физических либо внешних повреждений, утечки моторного масла нет. Вопрос от Жени из Инстаграм. Ребята, очень воняет после включения кондиционера. Подскажите, как быть и что делать? В первую очередь фильтр поменять в салонах. Ну, и антибактериальную чистку сделать в салонах. А что может вонять? Условно, прошло лето, пыль, которая попала в систему забора воздуха, на стенках там, ну, осталась. За лето она в сырости там проводит, проходят действия каких-то микроорганизмов, начинают там размножаться. И вот весной вы включаете кондиционер. Условно, это вся, как бы, продукты жизнедеятельности бактерий заходят в салон. То есть в машине живут люди, даже когда вас там нет. Не люди, а организм. Ну, в первую очередь поменять салонный фильтр и провести антибактериальную обробку. То есть есть специальные баллончики, так скажем. Мастер-специалист ставит специальную циркуляцию воздуха и проходит антибактериальная очистка. Тем самым может убрать неприятные запахи. Откуда подводится газ к педали, если у меня дизель? Газ к педали не подводится. То есть в современных автомобилях это педаль акселератора, которую ты нажимаешь и у тебя происходит разная подача воздуха. То есть, соответственно, и топливо. Смотря сколько ты нажал на педаль акселератора, столько у тебя попало в двигатель воздуха и топлива. Независимо, или это бензин или дизель. Поэтому газ к педали не подводится. Спасибо. Вопрос в инстаграме от эван комар или комар, извините, не знаю как правильно. Во время езды свистит диск задний, а во время торможения тормоза свистят. Это ужасно? Причин может быть много. Износ тормозных дисков, износ тормозных колодок, подклинивание суппорта. Что это значит? Поршень становится либо наперекосяк, либо там коррозия, он заклинивает в своем посадочном месте, становится наперекос. И не разжимает колодки, таким образом колесо заклинивает просто-напросто. И машина перестает тормозить или что происходит? Нет, наоборот, колесо затормаживается и не крутится совсем. Когда все колесо крутится, но не крутится, ее уводят в сторону, в ту сторону, в которую колесо зажало. И капец. Да. И кювет. Спасибо. Дай пять. Нет? Покажи руки. Давай. Нет. Блин. Еще один вопрос. Во время езды свистит диск задний, а во время торможения тормоза свистят. Это ужасно? Ну, тут надо смотреть саму тормозную систему целой, диски, колодки. Бывает наполнение колодки агрессивно по отношению к диску, из-за чего появляется легкий скрип при торможении. Бывают проблемы уже с тормозной системой, заклиниванные, подклиниванные тормоза, из-за чего звук, потому что тормоза постоянно в перегретом состоянии. Ну, тут диагностика тормозной системы. А что может случиться при перегреве тормозов? Биение диска при торможении. Это можно чувствовать по всему автомобилю. Ну, вплоть до заклинивания колес тоже. Как это происходит? Словно, если человек имеет проблему заклинивания колес, а потом где-то ставит машину на месяц, на два, на три, то есть шанс, что он придет и машина уже не поедет, потому как прихватит тормоза. Система должна быть постоянно смазана и должна работать. А тормоза же не смазываются, по-моему, да? Я имею в виду не тормоза, а внутри суппортов, поршеньки, соответственно, направляющие, все узлы тормозной системы, кроме тех, которые тормозят, то есть диск, колодка. Нагреваются тормоза, потому как, смотри, условно, диск зажало при торможении, и когда отпускаем педаль, его должно отпустить, чтобы он дальше крутился. А при плохо работающем, не смазанном механизме, диск зажало, вы педаль отпустили, а она не до конца отпустила, и постоянно, как бы, вроде притормаживает. Ну, машина, что, как бы и двигается, и она прокручивается, и постоянно идет трение тормозной колодки об диск, из-за чего он может, ну, его от большой температуры может покрутить. А, там же все еще металлическое, то есть там может еще расплавиться, типа приплавиться. В какой степени нагревается диск, что он красный, даже ночью видно, что он даже красный от нагрева. Во время езды свистит диск задний, а во время торможения тормоза свистят, это ужасно. Что может случиться, что может произойти, почему это может быть такая ситуация? Клинят тормозные суппорта, перегреваются, соответственно, может быть неэффективное торможение. А перегревается, это что значит? Растет температура, тормозная система теряет свои свойства при этом. А она не работает при какой-то температуре или почему она теряет свойства? Ну, есть допустимая температура у тормозных компонентов, нормальная, рабочая, скажем так. А если будет выше, то что происходит? Эффективность торможения снижается. Почему? Что там происходит? Какой процесс? Ну, кипит тормозная жидкость, перегреваются колодки. Кипит? Прям булькать может? Нет. Прям булькать. Нет, ты серьезно? Да. Это плохо? Конечно. А что, ну типа, не знаю, сварится, перекипятится? Когда суп кипятишь еще раз вроде ничего. Не передается усилие с педали тормоза на супор. Ага, хорошо. А когда перегреваются тормозные колодки, то чем это плохо? Ну, нагрелись, окей. Они теряют свои свойства. Там такой состав, который перестает тормозить, когда температура уже выше определенной. Нам Михаил Шутак на Фейсбуке задал вопрос. Стоит ли уходить с гарантийного обслуживания и переходить к вам на обслуживание? Пробег 35 тысяч километров. Я думаю, что стоит, так как он многое не потеряет, наоборот, приобретет. Например? Приобретет то, что он попадет в надежную компанию, которая будет не только обещать, а исполнять то, что обещает. При установке всех деталей у нас на сервисе он получит гарантию один год, либо 24 тысяч километров. А что подразумевает гарантия? Эта гарантия подразумевает при себе, если мы меняем или ремонтируем ходовую часть автомобиля, и выходит из строя один из элементов, те, которые мы делали, мы поменяем ее по гарантии. То есть бесплатно? То есть бесплатно. Фух, мы ответили на часть ваших вопросов, а остальные ответы ждите в новом выпуске. Поэтому подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и ставьте лайки и отправляйте это видео своим друзьям. Оно им может пригодиться. Точно, точно пригодиться, точно.